Сегодня опять-то поздно репетиции, прошу, не жди там, а мама! Сколько всего тут было, знаешь, Частушка, мое подошло! Таяна Николаева учится в Самарском колледже технологии дизайна. В фестивале «Веснушка» участвует третий год. На галоконцерте студентка выступила с вокальным номером «Частушки», к которому тщательно готовилась вместе с педагогом. «Веснушка» для меня значит очень многое, потому что именно с него начался мой творческий путь и началось мое творческое раскрытие. То есть я именно на «Веснушке» начала пробовать себя в разных жанрах, то есть нет только петь. С начала марта прошло более 30 концертных программ, а также конкурсный день по трем направлениям фестиваля. Танцевальное, вокальное и инструментальное, театральное и оригинальный жанр. Также для студентов проводились творческие лаборатории по направлениям медиа, видео и арт. В этом году фестиваль исполняется уже 20 лет. За это время нам удалось сформировать большое сообщество творческих, молодых, интересных наших студентов. И в этом году фестиваль достаточно громко прошел на территории Самарской области. В нем приняли участие более 2000 студентов, практически из всех профессиональных образовательных организаций более 70. По итогам фестиваля лауреатами стали 242 творческих номера. Победителям вручили памятные стелы. Это уже традиционно. В прошлом году мы впервые сделали такие подарки. Я думаю, это очень классно оставить себе на память. Многие колледжи хранят их. Мы в этом году ездили с инфомарафоном перед фестивалем, рассказывали о фестивале студентам первых курсов, которые еще не знают, что это такое. И очень часто мы видели при входе в колледж, на большом стенде стоят эти награды. Это очень приятно. Победители фестиваля «Веснушка-2024» смогут принять участие вовсероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая в этом году пройдет в Ставрополе. Августина Охременко, Николай Сидоров, События.